Чтобы добраться до лесопарка, нужно пройти около 500 метров от ближайшей остановки, перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, пересечь парковку, лавируя между машин и вы, наконец, внутри. Путь, правда, длинный получается и извилистый. Это один из первых минусов, которые выделил архитектор Илья Стюхин. Второй – это сам ход. Задача входной группы в парке – это показать этот парк и пригласить людей туда войти. Та конструкция, которую мы видим сзади, она больше напоминает забор. Типологически это такая конструкция, которая говорит, «Нет, сюда не надо, это моя территория, если я хочу, я ее закрою, и тут появятся ворот». Около входной группы, или, проще говоря, ворот в лесопарк, расположился небольшой арт-объект – это ландыш. Илья Стюхин отмечает, что хоть объект и пришелся по вкусу горожанам, да и выполнен на достойном уровне, он не к месту. Если перенести его в другой сквер или парк, то ничего не изменится. Парковая скульптура не несет в себе местной идентичности. Но стоит только войти внутрь, как можно заметить множество плюсов, начиная от табличек-указателей, которые отсылаются к былинному камню с развилок, до деревянных домов. Очень хорошо, что здесь есть обслуживающие функции, людей очень много. И правильно, что им предлагаются какие-то услуги, там теплый чай, какие-то напитки, еда. Это очень хорошо. Ну, по дизайну тут как бы есть личные вкусовые пристрастия, их, конечно, хочется опустить. Здорово, что это из дерева. Единственный минус – это то, что это, конечно, типовые конструкции, но понимаешь, что денег ограничено количество, в принципе, в этом ничего плохого нет. Появились две горки, которые полюбились как детям, так и взрослым. Правда, перед тем, как на них прокатиться, нужно прочитать огромную инструкцию по технике безопасности. Да и в дневное время большая горка была закрыта. Видимо, в целях все той же безопасности. В дневное время в лесопарке самая большая горка закрыта. Работает только одна, по которой может скатиться любой желающий. Вот только даже для детей маленькая горка огромна, и получить на ней травму тоже реально. Поэтому логики в безопасности нет. Вечером лесопарк превращается в сказочное место. Повсюду загорается иллюминация, которая создает ощущение настоящего праздника. Да и по словам посетителей парка, это просто красиво. Илья Стюхин отметил, что в этом есть и небольшой минус – дизайн света. В гирляндах чередуются холодные и теплые оттенки. Но все недочеты меркнут перед главным плюсом. Это новогодние ощущения. Главный плюс – это то, что появилась альтернатива. Люди сюда приходят. Здесь достаточно хорошая анимация. То есть здесь снегурчик, дед мороз – людям это нравится. Я видел очень много позитивных откликов. Это та часть работы, которая очень удалась. В новогодние каникулы лесопарк стал одним из самых часто посещаемых парков. Люди со всего города хотели сюда приехать и пройтись по улицам новогодней деревни. Супер, очень. Горка такая классная, каток классный. Спасибо большое. Отлично. Не узнать с тем, что было раньше. Хотелось бы продлить все это до конца, до реки. Такую красивую зону. Хочется поблагодарить на полном серьезе всех тех, которые принимали участие в благородной территории. Архитектор уточнил, что подобный проект для Рязани сродни пилотному. И небольшие недочеты – это нормально. Главное, чтобы на них обратили внимание и не допускали впредь. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания. Город.